Супрацовники Гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя проводят мониторных супрацпажарных ситуаций в экосистемах региона. На жаль, когда мерковать по колькости выявленных в огне, многие, кто по раннейшим, не уявляют отпочинок без открытого огня. В этом переканалится и наши корреспонденты, которые сегодня накировались в рейд разом с экологами. Мониторных ситуаций в экосистемах экологи проводят что день. На этот раз машина выезжает на берег Любинского озера. У якости помощника квадрокоптер. З его допомогой можно оценить ситуацию на великой отлеглости. Каля одной из дорог, выпаленная территория площадь каля 4 гектара. Видовочно, что у сгорания почалося скинутые прозвакно машины, не потушенные цигареты. Шмат на березе в озера и в огне шоу. Люди явно не мгнулися заховывать супрацпажарную безопасность. Экологи звертают увагу, палили не только древы, а и пластиковый посуд, каб не нести дадому. Хоть есть и другие приклады. Александр Саучек выкаристовывает мангал. Такие способы приготовления ежи не заборонены, але супрацпажарные меры гамельшанин усе ровно прямая. Пользуем мангал для того, чтобы, во-первых, это безопасность, возможно, возгорание травы. Возле мангала у нас присутствует с собой пожарная безопасность, вода. В машине присутствует, если вдруг понадобится пожарный баллон. И все для того, чтобы... И, во-первых, это культура человека. У залежности от нанесенной природы шкоды структуры, які ожитявляют контроль у населенных пунктах и экосистемах, могут обмежаваться попереживанием, ти выписать штраф. Такие приклады есть так само. За выпаленный гектар рослинности налишись каля 200 базовых велешинь. Только у якости компенсации шкоды нанесенной рослинности. Плюс особный штраф за загинавших живел и птушек. Жихар Мазырского района, например, який наумысно выпаливал траву, у выникучагу отбился пожар на площади у 0,3 гектара, повинен выплатить каля 2500 рублёв. Административная ответственность довольно серьезная предусмотрена за данное правонарушение. Поэтому, чтобы не считать потом нам вместе с ними базовые величины, в том числе за вред, причиненный окружающей среде, необходимо добросовестно относиться к окружающей среде и охранять её по мере сил.